Ну что, добрый день, меня зовут Пойтель Парта, и я из Чехии, так что английский это не мой родной язык, но в любом случае я буду говорить о качестве, как о сфере ответственности для всей команды. Но прежде чем мы поговорим об этом процессе, я бы хотел объяснить, что такое качество, потому что если мы говорим о контроле качества, нам необходимо понять, что нам нужно контролировать. Есть много разных определений, которые используются, и выбирать нужно какое-то, которое вам походит, или создать собственное, потому что нужно понять, что вы, собственно, пытаетесь добиться. Я всегда определял качество на четырех уровнях. Первый уровень – это доставление или работа согласно требованиям. Это достаточно низкий уровень определения, и это, по сути, разработчики что-то берут, что-то инстиментируют. Мы, как тестировщики, вслепую тестируем. То есть мы просто выполняем требования заказчика, и все, больше нас ничего не волнуется. Печально то, что это очень распространенное понимание тестирования с точки зрения руководителя. Просто проверить работоспособность согласно определенным параметрам. Второй уровень – это работа на соответствие корректным параметрам. То есть мы уже не обезьяны, которые просто делают что-то, а начинают задавать вопросы. Спрашивают, все ли у нас есть для подобной работы. А третий уровень – это вопрос, зачем мы это делаем. То есть мы пытаемся придать какую-то ценность согласно верным клеиваниям. И мы можем продемонстрировать это в ответственном пользовательской истории. Например, поскольку это, в принципе, нарастить того, что мы пытаемся достичь в части достижения этого цели. И самое важное составляющее здесь – это цель, которую нам нужно достичь. И для имплементации нужных решений мы должны знать, для кого мы, собственно, и готовим это решение. Следующий уровень – это принесение ценности согласно корректным требованиям и когда все заинтересованные стороны удовлетворены и довольны. То есть для меня важно, что качество – это уровень удовлетворенности всех заинтересованных сторон. И это, опять же, очень сложное условие, поскольку удовлетворенность – это объективное, субъективное понятие, и все заинтересованные стороны должны сами его определять. И я буду продемонстрировать это на каком-то проекте. Но сначала я бы хотел кое-что упомянуть, когда я говорил о процессе, который я собираюсь описать. Следую ли я сам этому процессу? Конечно, нет, потому что каждый проект является задачей самой, то есть задачей сам по себе является уникальным мероприятием. И единственное, что важно помнить – это то, что нужно знать, где вы находитесь для того, чтобы впоследствии двигаться в нужном направлении. Сам по себе проект, работа над проектом начинается сейчас долго до, собственно, работы над проектом. И когда вы определяете все свои контракты, уже можно многое запороть. Сейчас проекты все еще строятся на основе контрактов. И контракт на контракте, вероятно, делали отдельные конференции. Но хотел бы упомянуть несколько моментов, которые важны с контракта с точки зрения. Проблема, в первую очередь, заключается в том, что мы согласуем контракты, и люди при этом не понимают agile. Иногда даже их опыт использования никакого программирования недостаточен. То есть они говорят, в Scrum все проще, я вообще не понимаю, что такое agile. Ну, вероятно, значит, просто кто-то недостаточно и некачественно работал в этом. То есть вам нужно объяснить клиенту, что agile – это простой способ. Вам нужно объяснить, что, с одной стороны, есть определенные сложности. Конечно, они будут формируют сложности по сравнению с последовательной разработкой. Потому что это последовательная разработка, вы работаете год-два, потому что там вы даете. А здесь вы параллельно, постоянно, ежедневно участвуете в процессе, но при этом в проектах намного легче масштабируется. То есть важно объяснить, кто ваши заинтересованные стороны и в чем их ответственность. И предложите им помощь, объясните им, что не нужно бояться, объясните, как все работает, объясните, что от вас требуется, от них требуется лишь приверженность общему делу. И в нашей компании есть достаточно высокое стандартное заявление для начала работы. Но при этом существует много разных определений, разные методологии, которые можно использовать. И вообще, как нужно работать с людьми, и как нужно платили две вещи. Так или иначе, все, полной масштаб. Не только что у нас есть крупный масштаб. Наша линия работы, можно сказать, всего рода список пожеланий. Учитывая, что мы работаем с крупной корпорацией, они все-таки любят все подлить с самого начала, иначе они боятся, что им придется платить за что-то, что они изначально не учитывали. И еще одной важной проблемой является то, что несмотря на ситуацию подписания юридического документа, то есть заявки на работу, и во время проекта мы начинаем говорить, что мы обязались, что мы абсолютно все определяем в спринт, и в течение трех недель заказчик должен принять это все. Это все можно истолковать в несколько неверном образом. В конечном итоге, нас продолжают делать то и это иное, но даже я слышал от своих руководителей, что вот этот проект сложный, это сложный клиент, наш следующий проект будет проще. На самом деле, все это чушь, потому что если мы не совершенствуем свою работу сейчас, ваш следующий – работа. Наш следующий – проект будет таким же, как даже хуже. Поэтому давайте сейчас представим, что у нас уже подписан заказ на работу, и есть определенный уровень принимания. И мы начинаем с того, что называется основной базовый спринт. Это срок на пару недель до начала инструментации, в течение которого мы бы хотели добиться каких-то очень четких критериев результативности или критериев приемки. Все заинтересованные стороны должны быть в этот момент определены, и между ними должно быть заинтересованное понимание. При этом нужно понимать, что вы также являетесь важной заинтересованной стороной, потому что если мы говорим о том, что качество этого будет круто, в движении всех заинтересованных сторон, я тоже должен быть удовлетворен своей ежедневной работой. Потому что если мы работаем шесть месяцев или год, и при этом нам этим заниматься не нравится, и мы занимаемся чем-то, чем мы не гордимся, в таком случае возникает вопрос. С точки зрения тестирования, очень важной из некоторых страной является, собственно, вашей командой тестировщик. А вы не обеспечены. А через что вы говорите? Тестирование – это ваша ответственность. То есть вы не отвечаете за качество, потому что ответственность – это наша ответственность, а вы должны заботиться о нашей сфере ответственности. Я не знаю почему, но зачастую контракты подписывают разные люди со стороны заказчика, и вовсе не те, с кем вы будете работать шесть месяцев или год. То есть у вас новая группа людей, и вы им говорите – вот здесь указано, что мы должны сделать это, и мы говорим – нет. Нас вообще никто не уведомлял о том, что это будет agile проект и так далее. И, конечно, мы хотим иметь четкое понимание общей идеей, то есть что мы строим, в чем конечная цель, и на основании этого, мы должны получить достаточно пользовательных историй для того, чтобы начать следующий цикл, следующий стринт. Потому что приниматься за работу без общей идеи – это вообще самоубийство. Поэтому после этого вырабатывается статистическое тестирование, оно анализируется и согласовывается. Конечно, мы не так строго относимся к этим итоговым китериям. Все задействительные стороны могут быть идентифицированы, но при этом стороной тестировщика со стороны клиента не очень привлекает, о чем вы говорите. У нас часто бывают какие-то сроки, какие-то общие оценки о том, когда мы закончим тот или иной цикл, но теперь, когда все готовы начинать, вы им говорите – сейчас стоп, у нас есть еще, не будем еще две недели потратить на то, чтобы что-то там разобрать. Умные заказчики говорят – да, без проблем, конечно. В противном случае у вас после второго периода стыдно ничего уже не выйдет. Хорошо. И в данном, в этой области необходимо задавать вопрос по трем важным темам. Со стороны заказчика самым важным и самым сложным является вот именно этот процесс, потому что они этого-то этого никогда не делали. Для них это что-то новое. То есть вы, например, лид QA или вся QA-команда, должна с ними сесть за один стол и провести, по сути, учебный курс. Чтобы объяснить им, вот так вот мы работаем в рамках цикла. После каждого цикла мы даем он больше, мы определяем пользовательские истории, определяем бактерии и так далее, и так далее. А вы, со своей стороны, должны будете готовить вот это, тестировать вот это, принимать вот это. И мы можем вам помочь объяснить, как тестировать и каковы эти спецификации. А нам от вас нужно лишь определенное обязательство, то есть предоставить с вашей страницы людей, которые знают, что они делают, чтобы они нам помогали. Следующая часть – это уже три момента. Если вы воспользовательские истории в одном предложении, никто с этим работать не сможет. Необходимо иметь достаточной информации для разработчиков для того, чтобы тестировщики тестировали, для того, чтобы заказчик мог принять продукт. Все зависит от вашей команды. Если у вас команда исключили из руководителей, то вам потребуется огромное количество деталей. Если у вас буквально одни юниорские команды, то зачастую я сталкивался с тем, что с точки зрения разработчиков, хорошо назначать в юниорскую команду команды офис более лучшего звена для того, чтобы быть в более последовательном достижении целей и работы. Но если у вас с другой стороны команда старших сотрудников и вы кого-то из младшего звена тогда направляете, то там могут возникнуть вопросы взаимоуважения. Что касается стратегии тестирования, то стратегия – это живой инструмент, в котором определяется то, что вы будете делать и как вы будете делать. Но при этом нужно учесть возможность упрощения определенных дефектов и нарушений, вместо того, чтобы потом их лечить. Давайте представим, что у нас секретерий для спринта цикла готов и можем начинать спринт. Наша типичная команда, работая в Agile, у нас есть заказчик, есть консультант, есть различные требования, есть разработчики, которые разработают, QA тестируют и, собственно, все. Однако можно видеть это как своего рода мутрофолка – последовательность. И это большая проблема для любого проекта Agile, который использует циклы и итерации, но не последовательности. И решение этого вопроса очень легкое. В принципе, тестовой фазы в Agile вообще нет. То есть тестирование – это не роль, это деятельность, которая начинается еще до начала итерации. И для этого мы видим огромный простор для коммуникации. И в первую очередь коммуникация должна вестись еще до начала спринта. И здесь можно как раз таки повозить качество вашего процесса. И изразительного называется «круминг». Круминг – это деятельность, которая имеет место, например, раз в неделю. То есть вы встречаетесь с вашими заказчиками, и вам разъясняются новые пользователи истории, а цель заключается в общем понимании бизнеса. То есть чтобы вся команда понимала, зачем они вообще работают. С другой стороны, команда делится самая связь с заказчиком или с консультантом. И говорит, вы знаете, мы не понимаем, что мы делаем. То есть здесь нет критерия приемки. То есть мы решаем все критерием приемки или вообще критерии неправильные. И это очень интересное действие, потому что у вас вся команда сидит здесь, и разработчики, поскольку зачастую, когда они начинают понимать общую бизнес-концепцию, они говорят, ага, хорошо, но можно по-другому что-то сделать. Проще, менее рискованно. Так что это обратная связь, коммуникация очень важна. Но вся эта идея, она достаточно привлекательна, но при этом с ней связано много сложностей. В первую очередь, потому что такие состояния проходят нерегулярно. И зачастую, я не представляю, регулярно, потому что не о чем разговаривать. То есть, например, типичные, например, собственник проекта настолько перегружен, у вас огромная команда, 10 человек и лишь один сотрудник со стороны. Собственника, то у него не так много времени, чтобы подготовиться к следующей встрече, для того чтобы ответить всем вашим людям. Но еще это типичная проблема. Это, по сути, безумные сессии, когда все говорят, да, 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 все понятно. И кто-то из лессировщиков там понимает, это вопрос, и дистанут какие-то требования. А разработчики, они просто привыкли работать с хорошими требованиями и со всеми стажами, а я уже все разработаю. Если кто-то не хочет строить мосты, если, например, вы в 10 километрах от реки, но на момент вы подошли к воде и выяснится, что это не река, а озеро, и вам вообще нужен не мост, а лок. После груминга, когда уже есть понимание вообще идеи, следующее мероприятие – это определение масштаба, а это, по сути, соглашение о сложности и рисках, которые связаны с пользовательскими историями. И обычно здесь уже подростковают какие-то цифры. Обычно речь идет о числах фибоначи, о плакеропланировании, но это можно делать и другими способами или более официально. Поскольку цифры зачастую переносятся на другие цифры, например, восемь историй – значит, какое-то количество часов. Для этого мы говорим не много, это недостаточно. Самое главное в том, что любой консенсус должен быть истинно командным, общим. Зачастую очки за пользователя рекселири обсуждаются со стороны рекселировщиков, но их нужно проговаривать, нужно говорить, что это сложно, вот здесь определенный риск, для того, чтобы разработчики тоже понимали иногда что-то выездить просто на бумаге, но на самом деле по части разработок перегистрирования все может выглядеть очень сложно. Поэтому нам нужно в первую очередь с собой пользоваться и масштабы пользоваться в истории. А затем уже можно начинать рабочий круг, который начинается с сессии планирования. То есть это мероприятие, когда мы берем пользователи истории и разбираем их на задачи, а каждую задачу мы назначаем в определенном ответственном лице. Таким образом, у нас есть личная вовлеченность, которая вливается в общую вовлеченность всей команды, но при этом нужно оценивать расходы и ресурсы. Мы утром начинали, собственно, с презентации об оценке и тестировании, и это по сути отдельная наука, здесь нужно ее понимать. То есть сначала все недооценивают все задачи, все думают, что все просто, но на самом деле не так. Есть другая грань, другая крайность, люди могут переоценивать, например, кто-то полагает, что нужно 8 часов, 16 часов. А на самом деле, здесь просто кто-то берет 8-часовые промежутки и умножает их на какое-то число для того, чтобы вы себя обезопасить. Рано или поздно вы найдете какую-то формулу, которая будет для вас работать. Я всегда использую формулу, которая является оптимистический сценарий плюс зимистический сценарий плюс зимистический сценарий делить на 3. При этом нужно учитывать все возможности, например, если все пройдет хорошо, то теоретически это 4 часа. Реалистически, если мы принимаем внимание весь опыт, то это 10 часов. А если все пойдет не так, то есть если абсолютно все сценарии пойдут не так, то это 20 часов. Если мы берем 4 плюс 10 плюс 20, то 10 делим на 3 и принимаем какое-то посредневное значение, это, вероятно, для вас актуально. Давайте сейчас будем следить с того, что все будет, план готов, мы готовы начинать сейчас. До того, как девелопы начинают, есть еще одна возможность, это поговорить друг с другом. И я говорю это договоренность, соглашение. Это простая сессия в течение 10 минут, не более, для того, чтобы обсудить все эти сложные требования, темы, поговорить друг с другом. И обычно специалист по контролю качества начинает, как мы будем это тестировать, как мы понимаем разные требования и так далее. А разработчик, он может также рассказать процесс реализации. Но самое главное, что они должны договориться о том, как это все будет выглядеть. Потому что разработчики должны тестировать. Они должны тестировать очень многое. И если, как я говорил раньше, мы договорились, что я буду тестировать это, это и это, то мы таким образом предотвратим ситуацию, что они что-то предоставят. А через 5 минут мы должны будем договориться назад. И на это потребуется время для того, чтобы завершить всю историю. И сейчас разработчики, они могут начинать свою работу. Во время этого этапа действительно много работы предстоит выполнить. Но самое важное, это то, чтобы поддерживать, оказать помощь друг другу. Должна быть тесная связь между разработчиками и специалистами по качеству. Они должны задавать вопросы. Иногда должны вместе программировать. Например, программирование разработчиками. Я могу смотреть на коды. Если они не работают, то старшие специалисты по качеству, они должны быть в состоянии прокомментировать, проявить разные дефекты на этом этапе. А затем мы должны подготовить случаи тестирования. Но они действительно очень сложные. Они должны абстрагироваться. И мы должны поговорить о том, что все этапы, они вариативны. Вы можете пройти эти этапы, если вы понимаете хорошо историю. Если вы ее не понимаете, то могут возникнуть проблемы. Также очень важна мотивация на тестирование случаев. А также показать то, доказать, что тестирование проводилось. Мы на этом потратили много времени для того, чтобы подготовить и отслушать. И вместо того, чтобы проводить реальные тестирования, мы готовили специальные учебные материалы для клиентов. О том, как пользоваться этим продуктом. А сейчас мы на этапе, когда разработчик считает, что он уже закончил свою работу. Он предоставляет нам код. И опять же, мы должны садиться вместе. И должны проводить процедуру аналогичную сдачи. Для того, чтобы продемонстрировать, что действительно я выполнил это, это и то. И самое важное, что я также провел тестирование с учетом моей специфики тестирования и сферы ответственности. Вы должны предоставить мне код. Потому что иногда, когда мы анализируем код с точки зрения требований клиента, а потом переходим к его достижению немного позже. Таким образом, до того, как наше реальное тестирование начинается, вы уже можете выявить большое количество разных дефектов. И таким образом не допустите группинг-пункт, когда вы перекидываете ответственность с одного на другого, а просто обсуждаете, через какое-то время вы все оперетируете. И теперь можно приступать к тестированию. Сейчас мы на этапе, когда я провожу тестирование, когда проводятся разные виды тестирования, функциональные тестирования. Но это только небольшая часть нашей ежедневной работы. И вы не должны выявлять слишком много дефектов здесь. Потому что вы не выявите слишком много дефектов, потому что все эти усилия, они были потрачены в зря. И вы не выявили их на этом этапе. Затем у вас должна быть внутренняя демо, которая готовится по прошествии рабочей недели. В пятницу вы все собираетесь вместе и демонстрируете то, что было выполнено. И это очень хороший этап, когда вы можете проводить консультации, когда вы можете бороться, отстаивать свои идеи, а также проводить процедуру по сдаче приемки. Вы предоставляете данную демо. И таким образом вы получаете приемку этой версии, этого продукта от собственника. Потом вы передаете демо-версию клиенту. И тут очень много возможностей, которыми вы можете воспользоваться. Вы можете получить максимальное количество обратной связи. Вы также должны говорить о проблемах, о сиропах и сбоях, о том, что им удалось. Кроме демо, также есть очень важный элемент в процессе agile. Вы должны говорить о том, чтобы вам было хорошо, что было не очень хорошо. И это очень важно, потому что если вы не планируете свои действия, то вдруг вы выявите, что у вас на каком-то этапе, в конце, завершение будет просто обвинять. Это не следует избегать. Дальше идет цикл. Цикл, который достаточно быстро получен, потому что мы уже на предварительных этапах смогли избежать многих проблем. На этом этапе вы должны пригласить клиента, чтобы он принимал участие во всей вашей работе. И 90% это не совсем хорошая идея, потому что вы не добьетесь эффекта. Вам необходимо на самом деле наладить контакт с клиентом, чтобы он был доступен для вас в любое время. Конечно, это очень сложно, потому что вам необходимы те люди, которые будут принимать решения со стороны от имени клиента. Я должен получать ответы на свои вопросы немедленно, не ожидать недели. Вот это привлечение с точки зрения этих требований, которые появляются, а также вовлеченности клиентского тестирования. И тестирование клиентом это обязательно, потому что бывали случаи, когда после демо продукта вам говорят о том, что все вроде в порядке, все эффективно, а потом вдруг оказывается, что нет, продукт плохой, он не подходит. Поэтому вы должны привлечь их команду, их представителей, для того, чтобы с точки зрения бизнеса продукт был принят, они будут стоять за нами, то есть это говорит о том, что у нас будет определенная, обеспечена приемка наших результатов, и скоро или поздно они примут, потому что на данном этапе это просто демо, они могут предоставить обратную связь, поделиться комментариями, сказать да, чтобы было все реализовано, но вдруг они захотят что-нибудь изменить. И это достаточно дешево, потому что вы можете это сделать немедленно, и они будут от этого счастливы, потому что они не могут предсказывать все решение заранее. И именно поэтому вы должны и без возможности реагировать на такие изменения. И последнее, чтобы я хотел сказать, я думал каким образом визуализировать свою работу, особенно для моей жены, поскольку она не айтишник, и тогда я создал картинку вот как вот эту. И очень было сложно найти, определить, как разместить все эти элементы, потому что вы не можете ни в любой деятельности, ни в какой деятельности преуспеть, если вы не будете тестировать. А также есть огромное количество других элементов, таких, например, как обеспечение качества, понимание тех требований, которые определяются бизнесом, также поддержка, получение обратной связи. Мне кажется, что поддержка это самое важное, потому что иногда нас называют люди, ответственные за качество, как те, которые любят все критиковать. Особенно отчасти это верно, но мы делимся обратной связью. Не всегда она воспринимается так, как должна, но она способствует тому, что работа становится более эффективной и вносит все изменения. Когда вы оказываете поддержку и подсказываете, помогаете каждому, то это, скорее всего, не будет проблемой, если вы поддерживаете других в ходе их работы. И в конечном итоге они могут сказать, я хочу просто протестировать это с настоятельностью, просто помогите мне. Это то, как выглядит тестирование, не совсем тестирование, а контроль качества для меня, идея контроля качества. Это все, что я хотела вам сказать. Сейчас настало время вопросов. Сначала огромное спасибо за очень интересную точку зрения на нашу профессию, но ваши взгляды отличаются от классических взглядов на процесс тестирования и заявления дефектов. Ваше видение похоже на коучинг людей, но когда вы проводите коучинг, когда вы обращаетесь к людям, которые заинтересованы в результате, то тогда легче достигать этот результат. Когда вы пытаетесь кого-то научить, клиентам, заинтересованных лиц, разработчиков, тестировщиков, вы можете столкнуться с сопротивляемостью с их стороны и как-то справляться с этим. Интересный вопрос. Давайте возьмем пример разработчика. Даже в моей компании, когда я получил свой первый проект, то разработчики всегда спрашивали, вы хотите, чтобы я все тестировал вместо себя? Вы мне не нужны. Я говорил, да, мы будем делать так. Но с другой стороны, мы потом пошли по классическому сценарию. И тогда у нас в день выявлялось до 60 дефектов. И потом мы все-таки договорились, что если мы не будем сотрудничества, то такое количество дефектов будет выявляться и прежде. А сейчас у нас выявлялось 10. Но если вдруг мы вместе потратим время, инвестируем наше время для того, чтобы предотвратить появление этих дефектов, я знаю, что у разработчиков много дефектов, и он лузер в этом случае. Но наши менеджеры, они очень часто оценивают тестировщиков по количеству тех дефектов, которые выявлены. А я, если я выявляю 60 дефектов в день, я тоже буду лузером, потому что это результат. И со временем мы действительно добились слишком маленького количества дефектов, и это удовлетворяло нашего клиента. Потому что если вы направлены, нацелены на удовлетворение вашего клиента, то это очень важно, это самая важная ценность. Когда вы предоставляете что-то, что имеет ценность, то тогда клиент будет доволен, потому что в противном случае он просто отправит этот проект в мусор. После многого времени мы все-таки пошли по этому пути. Здравствуйте, меня зовут Анна. Мой вопрос очень похож на предыдущий. Иногда я встречаюсь с такими ситуациями, когда очень пассивное вовлечение женщин-разработчиков, когда им необходимо обсуждать что-то, что они будут делать. Они очень пассивно себя любят. Какие способы их привлечения, вовлечения, на ваш взгляд? Большинство наших разработчиков, они аналогичны вашим. И в рамках этого груминга мы проводим игру. Сейчас мы должны договориться, и если разработчики, они не слишком много говорят, то тогда мы заставляем им говорить самым первыми. Это как игра в кокер. Есть цифры, количество, может быть, мы сразу меняем, даем слово разработчикам, а потом они начинают все-таки задумываться. Потому что если вдруг они будут первыми, то все тогда будут... Это тогда их жизнь будет действительно достаточно сложной, и они должны четко подумать, что на этапе груминга они могут сэкономить время. Мы спрашиваем, что вы делаете точно? Как вы будете тестировать? Каждый раз стали перед ними эти вопросы, и в следующий раз они будут вовлечены в процесс груминга, потому что они не захотят, чтобы им опять же, опять же, и снова задавали те же самые вопросы. Меня зовут Лидия. У меня следующий вопрос. Мне действительно нравится идея постоянного привлечения бизнеса, и даже несмотря на то, что они знают, что это будет дешевле, если мы быстрее будем все корректировать, но там будут все-таки две проблемы. Они очень заняты, и вторая проблема заключается в том, что иногда они меняют свою точку зрения, меняют свои решения. Вы сказали, что обратная связь от них обычно просто так, мимоходом они дают, все в порядке, либо нет, не в порядке. То есть это достаточно формально, нет никаких деталей. Спрашиваете ли вы их конкретно, а какие-то формальные документы, которые они должны подписать, когда проводят тестирование, когда проводится сприн, спрашиваете ли вы их, чтобы они точно сказали, что они проверяли, потому что иногда они даже сами не знают, чего искать. А вы, как специалист по качеству, вы знаете, что вот это я не могу написать, подписать. Например, у нас есть Deutsche Bank, нам необходимо рассчитывать цены и так далее. И иногда все выглядит, что только один человек в бизнесе, он может разбираться, насколько эти цифры правильные или нет. И поэтому вопрос, заставляете ли вы чувствовать ответственность за то, что они вам говорят в рамках этого спринта. Интересный вопрос. Сначала вам необходимо наладить доверие между клиентом. Я говорила об этом, что иногда они хотят видеть и доверять нам по тестировщикам. Конечно же, мы должны привлекать их. Для этого требуется время, например, 8 часов в день, чтобы они на экране смотрели. Но потом, после этого спринта, есть некие формы, инструменты планирования. Это приемка. Но я не хочу, чтобы они делали то же самое, что и я делал. Они должны доверять мне, что эти цифры, они достоверны. Но они могут оценивать потоки цифр, говоря, что да, вот есть эти цифры. И, может быть, они какое-то исходное данное приготовят для того, чтобы быть уверены в том, что все проводится на высоком уровне. Но самое главное, чтобы цифры, которые вот здесь, за ними что-то стояло, они означают что-то. Тогда мы можем с ними дискутировать. Да, вот у меня цифры. Можете ли вы мне показать, как вы проводили тестирование? Я показываю этот, этот и этот сценарий. Но между нами доверие. Но я должен осуществлять приемку с разных точек зрения. Обычно наши клиенты просят нас предоставить наши тест-кейсы. И мы уже их проводили, поэтому они должны принимать. Самое главное, чтобы мы доверяли друг другу. Они иногда следуют какой точке зрения, что что-то предоставляют, но они такой реакции. Затем они оплачивают еще один год для разработки и нанесения изменений. Продолжение следует. Идёт.